Собранием депутатов принято в первом чтении изменения в уставе Амурского муниципального района в соответствии с федеральным законом 131. Большим дополнением стала статья 12.1 о территориально-общественном самоуправлении. Внесены изменения в бюджет Амурского района по указу президента Российской Федерации в связи с повышением уровня средней заработной платы работников культуры. За счет субсидий с краевого бюджета расходы по программе жилищно-коммунального обслуживания увеличены. На водозаборные сооружения и проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. В целом по восьми муниципальным программам расход бюджета увеличился на 48 миллионов 660 тысяч. Внесены изменения в решение собрания депутатов о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Амурского муниципального района. Данным проектом решения предполагается, по аналогии с прошедшим конкурсом в Хабаровском районе, ввести норму, когда при равенстве голосов в конкурсной комиссии 4 на 4 данный кандидат допускается на голосование в собрании депутатов. Также прозвучали рекомендации круглого стола о восстановлении брошенного жилищного фонда города Амурска и поселка Эльбан. Сначала инвентаризация села брошенного жилого фонда, определение квадратных метров жилья, которые у нас имеются для восстановления, чтобы все проанализировать, сколько у нас таких домов, квартир, в какой она собственности находится, сколько квадратных метров жилья они занимают. И городской администрацией, главой города, работа эта была организована и проведена. Документы эти уже поступили в собрание депутатов, анализ первоначальный. И ближайшее заседание рабочей группы будет направлено на то, чтобы определить объекты, которые будут подвергнуты экспертизе. То есть те дома, которые мы сможем, чтобы по проведению экспертизы было принято решение о том, что либо эти дома сносить, либо восстанавливать. В поселке Ильбан уже разработана программа и вложены первые средства в сумме 200 тысяч на ремонт брошенных квартир. Первоначальной задачей является выбор дома, который рабочая группа отремонтирует и сможет заселить жильцов. Люди, которые включены в рабочую группу, имеют желание решить эти проблемы. И высказывались все и архитектуры, и городские службы, и глава администрации города заинтересованы. Сергей Анатольевич, как бы, ну и я тоже буду участвовать в этой рабочей группе. Была уже проведена экспертиза по адресу Комсомольский, 8, компании «Полиметалл». И данная экспертиза показала, что дом имеет большой запас прочности и может подвергаться реконструкции. На основании этого планируется не просто ремонт помещения, а создание дизайн проекта современного жилья.